У нас впереди год драконов Похудел Плюс Неваза для меня очевидно То, что здесь Мы боремся Давай сначала, сейчас Джиу-джитс это для души Для чего нам нужна вот эта позиция? Для души Для того, чтобы фоточка в борьбе, соревновании Получилась качественной, не в динамике, а вот мы здесь Сразу понятно, кто выигрывает Вас хорошо видно, вы не размазаны Все, увидели, что вас фотографировали Баллы дали, окей, можно дальше фигачить Души А вас кто поддерживает? Китай? Собрались, вдохнули пупком Вот это вот все Это будет очень сложно Не до такой же степени Надеюсь у вас доброе утро В эфире Ньюзости С вами Алексей Беляев Хоть я сегодня и за кадром В последний месяц нашего новостного молчания часто поступал вопрос Почему так долго не было Ньюзости? Отвечаю как на духу Мне нечего было надеть Посему я не появлялся в кадре Сегодня меня живьем в кадре тоже не будет Но по другой крайне уважительной причине И все мои спичи будут проходить под всякие нейтральные кадры Тем более кому-то моя физиономия может уже и надоела Не до такой же степени Сегодня в выпуске Что было, что будет, что могло бы быть Наши в Японии, Неваза в Подмосковье и не только Да, это Grand Slam в Апрелевке Тут тоже хороший состав Не Токио, конечно За время нашего условного молчания в эфире Много всего произошло Декабрь вообще был насыщенным И обо всех событиях последнего месяца 2023 года Мы подробно и в красках и картинках Рассказывали в новостной ленте нашего паблика БЖФ Рикс ВКонтакте Если вы не подписаны на него до сих пор То вы очень многое теряете А куча важной информации проходит мимо вас В первые дни нового года появилось Некоторое пополнение в каталоге сайта БЖФ School Online К примеру, вышла прекрасная видеоверсия семинара По новому видению хип-бампа От вашего покорного слуги Без ложной скромности Видеокурс просто шедевральный По-моему, каждый учит хип-бамп свип на белом поясе Чуть ли там не один из первых Хип-бамп свип из закрытого гарда Он называется у кого-то хип-бамп свип Кто-то его называет кимура свип Кайотера называет его ситап свип По-разному Но по сути Я объясню, почему кимура свип к нему не подходит А хип-бамп подходит Поскольку это большой-большой пласт техники В начале января мы провели традиционный шестой зимний БЖФ При поддержке зала Комба Джим И наших друзей Джиусейл Четыре темы, четыре инструктора И на выходе получилось четыре видеосеминара Которые уже начинают публиковаться на сайте БЖСКУЛОНЛАЙН Это мастер-классы Влада Лосева, Джимми Размадзе, Николая Солмина и Рустама Сапарбиева Настоятельно рекомендую заглянуть, посмотреть, заценить, изучить Поймите, что если будете делать все то, что я вам говорю Рисков того, что вы чего-то отдадите, нету вообще Два компетишена открыли соревновательный сезон для российских БЖЖ-спортсменов на прошедшей неделе Первый прошел на исторической родине джиу-джитсу как понятие, то есть в Японии Абудави Гранд Слэм Токио от AGP, который состоял из трех этапов Гранд Слэм для мастеров, то есть спортсменов за 30 Любителей белых и синих поясов и Битва профессионалов Без деления на возрастные дивизионы в пурпурных, коричневых и черных поясах Россияне приняли посильное участие во всех трех разделах Наибольший урожай медалей был собран в мастерской части 13 января Российские атлеты завоевали два золота, четыре серебра и одну бронзу Поименно медалистов мы уже перечисляли в новостях ВКонтакте Но сейчас напомним, что первый день принес два золота в российскую копилку Дмитрий Востриков в черных поясах и Иван Шалаев в пурпурных поясах Привезли домой золото Сюда же приплюсуем и золотую медаль Джимми Размадзе Он хоть и выступал традиционно за Грузию, но мы все однозначно считаем его своим И это было феерическое выступление во всех смыслах Три матча, три коротких матча, три мощнейших и убедительных сабмишина Сказать, что это было красиво, ничего не сказать Это было великолепно Меня зовут Джимми Размадзе Можно тебя поздравить с шикарным выступлением по мастерам Сегодня будешь повторять? Да, обязательно Соберем еще пару ахиллов Как впечатления от турнира в Токио? Вообще бомба Вообще офигенный город Всегда мечтал, еще со времен дзюдо мечтал сюда приехать Не получалось никак Вот приехали, тем более еще так удачно Забрали золото Но сегодня Владимир только что забрал еще свою медаль Не свою медаль, но забрал медаль Чей-то Свою он оставил В Катакане был? Нет, я сейчас планирую после этого Поведу кого-нибудь передавать будешь? Всем сообществом Межефрикс и борцам Вообще всем хорошим людям, кто дружит Тебе желаю победы, отличного выступления Спасибо Зарядившись победой, Джимми вышел на татами и на следующий день Но и усталость со вчерашнего И новые свежие нереально конкурентные соперники Не позволили им в этот раз дойти до пьедестала Уже во второй схватке Джимми был остановлен Диего Патта Одним из сильнейших атлетов в мире в данной весовой категории Всем привет, меня зовут Ярик Ромашевский Как выступил здесь? Выиграл первую схватку, осталось еще три схватки до финала Будешь забирать? Надеюсь, да Одноклубникам привет передашь? Да, всем одноклубникам привет Привет всем, меня зовут Юрий Кузнецов Вчера, да, в мастерах боролся Я проиграл в Паулах А потом в Шиловке проиграл в Кунту Американце Есть какая-то разница между выступлениями по пурпурому, по кающему, по черному? Ты что-нибудь почувствовал? Не, ну, конечно, уровень растет Совсем немножко другой уровень Но я бы не сказал, что у нас уже уровень хороший в России А сегодня какие планы? Сегодня опять отборолся по профессионалам Проиграл опять к тому же, бразилцу Вот, все, отдыхать Меня зовут Иван Шалаев Я из команды Чекмат Тренируюсь Юр Кузнецов Правда, что тебя на ACB Гарри Поттера назвали за волшебную борьбу? Да, да Как здесь выступил? Занял первое место вчера, выиграл у японца, у корейца и у американца Короче, не помню, я вас их там выигрывал, короче Магия работает Да, да Сегодня какие планы? Побороться А сегодня же молодые выступают, что ты здесь забыл? А я очень молодой В разделе для профессионалов, к великому нашему сожалению, обошлось без золотых медалей Одно серебро и три бронза Медалистов немного, поэтому их легко перечислить Серебряную медаль взял Иван Шалаев из Чекмат Интернешнл в пурпурных поясах Бронзовые медали у Ярослава Ромашевского из стрелы У Владимира Блюма, который дебютировал в категории черных поясов Уступил всего один балл в первом матче И убедительно выиграл три следующих в утешительной сетке Меня зовут Влюм Владимир И это мой первый чемпионат по черным поясам Чуть-чуть не хватило в первой схватке Играл один адвентич Потом собрался Три схватки выиграл Сабмишн Потом выиграл Ну, наверное, мало кто знает, да? За тяжами редко следят Ну, такого неплохого бельгийца Толстячка Сильного Вот, и потом отомстил за первую схватку За трешку выиграл А бразильца, кому проиграл первую Вот, эмоции переполняют, конечно Просто, ну, за последних секундах выиграл победу Очень рад Какие планы дальше на черные пояса? Дальше, ну, к сожалению, на Европу не получится полететь IBJF, да? Надо баллы набрать на остальных турнирах Вот, по черным планам дальше-то и два Гранд Слэма Рима-Будаби Ну, и потом мир на луги, получается, EGP К отчетам году, год EGP Ездим, баллы набираем Чтобы в ноябре Первый дебют по черным поясам Без квалификации Сразу на пятистал И что приятно Из девочек до пятистала добралась Олеся Журавлева Олеся, меня зовут А что ты здесь делаешь? Я борюсь вон по коричневым и черным поясам По женщинам Как борешься? Ну, все, бронзу взяла Моя первая бронзовая GP Вообще, на Гранд Слэма Олеся провела аж пять схваток Первая победа с Абмишином досрочно Во второй проиграла с Абмишином бразильянке Беатрис Кампос Но они снова встретили в сетке за третье место Где Олеся реваншировала таки Беатрис И это круто Как впечатления от Токио? Это, наверное, первый город Казури, когда я только заехала Он меня вызвал, короче, визг такой немой Потому что мы были в метро Надо было быть тихими И мы такие простые Как-то так Токио замечательный город Вообще совсем другая культура Тебе интереснее как? Гранд Слэм в Абу-Даби или Гранд Слэм в Токио? Что понравилось? Если честно, там и там мне нравится Потому что в Абу-Даби мне тоже понравилось Я там еще и отдыхал, купался на море Еще спасибо моему тренеру за подготовку Барри Хилл уже рулит Спасибо ребятам за подготовку Егор и Артем вообще Привет всем, всей всей России Передам привет всей своей команде Которая меня поддерживала Чукмат Раша Привет парням из Тайгера Которых я тренирую Спасибо им за поддержку Привет моей семье Привет, Чукмат Поздравляем всех, кто добился успеха Кто получил опыт И всем, кто ездит представлять нашу страну И российское джиу-джитсу на международном уровне Дальше больше В любом случае будем считать Что накопление первых рейтинговых баллов В этом сезоне в AGP уже началось И напоминаем, кстати Что лига AGP возобновила свою работу и в России Теперь можно отобраться в основные сетки Предстоящего чемпионата мира Набрав рейтинговые очки и на родине Два ближайших турнира пройдут Новороссийске и Ростове-на-Дону Подробные информации и ссылки будут в описании Да, это Гранд Слан в Апрелевке Тут тоже хороший состав Не Токио, конечно Второй ивент, достойный нашего внимания Прошел в подмосковной Апрелевке И это был первый этап Кубка Московской области по джиу-джитсу При всем уважении к адептам Истинно самурайских дисциплин Таких как Fighting и Duo System Нас в формате паблика Интересовал исключительно раздел Неваза А это, как всегда, борьба по-взрослому Без компромиссов, оговорок Без деления на пояса и возрастные категории В компании с дрессированной камерой В Апрелевке побывала Анастасия Алексеевна Посмотрела на сражения Поприставала к участникам И понадоедала всяческими вопросами Уважаемым людям Итак, мы в Апрелевке Вот, сейчас пойдем смотреть Настоящее джиу-джитсу Там, где выступают черно-коричневые пояса В одной категории С белыми, синими и пурпурными поясами С каких поясов можно выходить бороться на Невазу? Можно ли идти сюда новичкам Белым и синим поясам? Или им тут нечего ловить? Надо Есть вообще Какая разница, какой пояс? Главное, какой пояс ты в душе Джиу-джитсу же для души Да любым поясам Почему? На России нет, а на Кубке почему бы и нет? Может стрельнет там какой-нибудь белый пояс Как это, апсет года будет сделать? Если они уверены в своих силах, то да Почему нет? С белых 100% в моей категории была девочка-белый пояс Поэтому чувствовала себя замечательно Она, ну вообще суммарно у меня категория была белые и синие пояса Я была единственная коричневая Либо старшие пояса не хотят, либо не знаю что Поэтому с белых поясов, девчонки, идите Ребята, скажите, какой у вас цвет пояса? По-моему белый Белый Исключительно белый Погромче только Самый белый из всех белых Хорошо, если я не ошибаюсь, это ваше первое соревнование? Первое И сразу на Невазу? И сразу на Невазу Учитывая, что мы занимаемся там от трех до пяти месяцев Может я, наверное, месяца четыре занимаюсь? Ну да Вы знаете, с кем у вас сегодня были схватки? Здесь же нет различий по поясам, все выходят с красным, синим там Ну мы сначала не знали, а потом узнали с кем Да, потом узнали Ну в целом все заряженные ребята Хорошо, а почему вы решили на Невазу сходить? Ну а почему нет? Надо же где-то опыт брать Была возможность, поехали Что, охота втоптать черного или коричневого пояса? Ну ладно, хотя бы синего Ну да, конечно Ну в целом, когда не знаешь, какой пояс То хочется в принципе втоптать Ладно, ну как тебе турнир? Ну мне нравится Есть прямая трансляция, видеоповтор Судьи сегодня хорошие Собрались судить Невазу В принципе уровень спортсменов хороший Были и черные пояса И хорошие молодые ребята Костяк категории пурпуры, синие, коричневые пояса были Так что, ну, хороший опыт Очень, ну, есть соперник в категориях Можно сделать 3-4 схватки Пробороться перед важными стартами Я считаю, отличный турнир Чтобы приехать поучаствовать Причем за относительно небольшой взнос И я очень люблю такие турниры Не самые большие Чтобы почувствовать ковер Согновательную атмосферу Потому что психику тоже надо тренировать И такие турниры, это, мне кажется, самый лучший способ Для тренировки именно психики и соревновательного настроя Вопрос с подвохом Почему ты не в Токио? Не в Токио? Потому что российскому джиу-джитсу Не хватает спонсорских денег Если у вас есть желание У тех, кто смотрит Отправить меня на какой-нибудь Grand Slam Я с радостью поеду Вообще без проблем В Токио, в Лос-Анджелес Хоть на Марс поеду бороться Ну, я считаю, я сегодня хорошо день провожу Финал был еще второй Да, с моим учеником нормально рубанулись Отгонь Насколько сегодня серьезная конкуренция? Слушай, ну в 69 точно хорошая конкуренция 94 плюс большие ребята, много их Остальные веса просто не смотрел А еще на первом этапе Кубка Московской области По джиу-джитсу Было очень много ребят в ги от Джиусейл Джиусейл, как известно, партнеры нашей программы И мы просто не могли не заметить Их ассортимент белых ги Представленных борцами в Апрелевке Ну, в общем, имейте в виду Джиусейл – качественная эквировка По ценам 2000-х годов Экономно и не обломно, как говорится Назовите два однозначных плюса Неваза и два однозначных минуса В сравнении с другими турнирами Слушай, организация отличная По Невазе хорошо для взрослых У них уже правила любые То есть как коричневые пояса И белые пояса могут проверить, что такое Побороться по правилам, скажем так, коричневых поясов С рычагами колена, с футлоками Плохо, что нету по Невазе детей Младшего возраста Это единственный кубок здесь сделали Ю-10, а так вообще Ю-12, если не ошибаюсь Двенадцатилетки До двенадцатилетки, ну вот рок-н-роллинг Для меня самый пока оптимальный турнир Для малышей И на жопу садиться можно Два балла не отдаешь Привет, Егорова На самом деле сложный вопрос Потому что я не успела раскушать вообще турнир Ну, что мне не понравилось Это очень то, что рано схватки начинаются Но с другой стороны, уже 12 часов я свободно Как бы могу идти домой, это плюс Это и минусы плюс Слишком рано вставать, далеко ехать И долго Но при этом очень рано освобождаешься Вот Также Очень рандомно ты можешь встретиться В своей сетке Можешь встретить как белых поясов Так и каких-нибудь коричневых-черных поясов Своей весовой категории Это как минус, так и плюс А прям совсем очевидные минусы, плюсы Нет, не могу такие назвать В общем, Grand Slam в Апрелевке прошел чудесно Особенно у взрослых поясов Мы все хорошо поработали А что мне особенно нравится на турнирах в Апрелевке На турнирах в Московской области Так это невероятная тишина Которая здесь и в зале, и на улице Для меня это вообще супер сказка Потому что когда я приезжаю на коммерческие турниры Ладно, на обычные турниры По бразильскому джиу-джитсу Это всегда такой шум и гам Возможно, это просто первый турнир Где я постоянно приезжаю здесь Тихо, спокойно И очень классная, уютная атмосфера В общем, будем считать, что Компетишены первого сезона Прошли неплохо Кажется, и первый выпуск Ньюзостей Вышел вполне себе Ставьте лайки, если желаете И дальше получать информацию в таком формате Ну и сорян, что меня сегодня не было в кадре Так получилось Собственно, увидимся, услышимся. Будьте молодцами. Ус! И все такое.